Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания десантника. Мы продолжаем. Мы находимся на планете Белсавиц и нам необходимо найти, спасти, вызволить из тюрьмы членов одного из летнейших отрядов пилотов каких-то, которые не имеют в себе равных, но они разбиты, скажем так, на куски на данной планете. Часть мы уже спасли, а часть другая находится в тюрьме у имперцев, которую возглавляет, по всей видимости, какой-то Сид. Ну, судя из разговоров в ходе сюжета, который я выяснил. И вот мы находимся возле задания, непосредственно по нахождению Конрада Галла в сюжетной миссии. Ну что, давайте приступим. Очевидно, что сейчас перед нами будет тут энное количество вражеских единиц. Еще бы. А нет, смотрите, что-то нихрена нет никого. Тогда, значит, дело попахивает засадой. Надо быть готовым ко всему. Но у нас мощная пушка, 65 уровень и, естественно, дроид Форекс. Вряд ли кто к нам сможет вообще что-либо сделать. Ух ты! Слушайте, прямиком из Скайрима. Любуйтесь. Освобожденный древний Джур... Джургаран какой-то. Хе, Джургаран. Так. Огонь. Замочили освобожденного. Так. Все, он говорит, обратно. Даэдра нельзя убить, они только возвращаются в Обливиум, да? Все, найти Конрада Галла. А что-то все валяются. Слушайте. Что-то как-то это не есть. Хорошо. Опа-на, смотрите, смотрите. Сид, 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 Сид душит. Так. Блин. Хе-хе, лихо у меня он сваливает. Ёппал, че. Вот дела. Так, вот это вот реально проблема. Че, он убил, что ли, нашего? Так, что такое? Живой! Или нет? Живой? Ты как? Майор, это ты? Оооо, у нас не было шансов. Андорро, его молния, выпускаемая из пальцев, невероятно. Я не могу, я не могу двигаться. Ты должен поймать его. Нельзя позволить Андорро сбежать. Только он может ответить за невинных из крыльев Даггера. Даггер, слушайте, Даггер, Даггер, я что-то меня только сейчас защитил. Даггер, это же, по-моему, кинжал, если я не ошибаюсь, переводится. То есть у нас, получается, крылья кинжалы, что ли, либо кинжал крыльев, как-то так их отряд называется. Ладно, полегче. Постарайся не двигаться, командор, ээээ, оставайся здесь. Здесь? Да этот ублюдок уходит, ты иди за ним, быстрее. Что нафиг? Что творится? Ой. Слушайте, что-то не схожа. Майор, сенсоры засекли огромное существо приближающее. Неважно. Забудь обо мне, просто добыть Андорро. Так, ээээ... Нет, мы поймаем позже его. Сид подождет, Даггеру нужен ты. Ты же у нас командор. Возможно, это единственный путь поймать этого сидского ублюдка. Харолан, эээ, возьмет команду, где Даггер умигла. А Андорро, эээ, скажет так, с ним все будет ясно. Я рад буду умереть, если это случится. Так. Так, эээ... Так, я, получается, буду отвечать, если забуду тебя здесь. Отряд опустошителя никого не оставляет. Чё за тварь там появится? Нет! Уходи отсюда! Иди! Кто там? Ни хрена себе. Ооо, ранкор! Ранкорище! Ну всё. Это будет достойная битва, короче, ребята. Это вообще, ранкор, это... Это что, всё? А чё он ещё? Древний монстр. Вы гляньте, какой он здоровый. Ну всё, погнали, погнали. Блин, круто, а? Реально, как босс. Так. Ой, слушайте, он здоровый. Он здоровый, но мы его усыпили. На тебе по клыкам! Опаньки! Слушайте, он смотри, как передвигается, а? Древний зов. Но он, короче, ватный был. Он хоть и здоровый, но он слабый, капец. И с ним всё ясно. Так, ладно. Он, короче, эффектно шагал, и не так эффект вздох. Ты, ну, я должен, полагаю, сказать тебе спасибо, но мои люди, репутация теперь их никогда не будет очистна. Я не позволю хорошему человеку умреть. Ты хороший офицер, Гал, и я тебя не хочу оставлять. Я ценю весь этот сантиметр, но теперь репутация моих людей никогда не будет спасена. Майор! Гал, вы сделали это. Так, теперь давайте-ка доставим его назад. К нам. Зесс, а ты что здесь делаешь? Мы пришли, чтобы помочь. Мы что-то пропустили, похоже, да? Это место опасно. Выводите своих людей отсюда, Зесс, тут опасно. Я тоже так же думаю. Нужна рука, Гал? Рука помощи, всё. Короче, выходите отсюда. Спасибо. Я хотел пристрелить Ситха, но ладно, потом, полетаем тогда. Ладно, тебе лучше вернуть Гал обратно. А, я верну его назад и переправлю в космическую станцию, чтобы отдыхал вместе с Даггером Винга, майор. Было удовольствием работать с вами. Как и мне. Спасибо за помощь, Зесс. Просто делаю свою работу. Увидимся, майор. Отлично. Слушайте, это хорошо, что нафиг этот Сит сдался? Тут ранкор был классный. Но он сдох. Так, чё, убираемся отсюда, я так понял. Да, отправиться на... На этот. Фу, на наш корабль. Какая тюрьма. Какая тюрьма. Так, вот сюда, наверное. Вот. Центр администрации. По-моему, здесь космический, это находится порт, где-то здесь база. Но нам нужно попасть на орбитальную станцию. А оттуда в шлюз между нашим челноком. Между челноком этим, планетарным, и нашим кораблем. Потому что там нас что-то будет ждать, по всей видимости. Ладно. Ну, вернули командира, скажем так, этого отряда. Элитнейшего. А он еще у него, я думаю, будет шанс у него отквитаться за своих ребят. И так далее. Давай. Блин, зато этот как запрыгнул, а. Да чтоб тебя. Я не смог, зато этот трехногий смог. Но он трехногий. На орбитальную станцию Белсависа. Ладно. Так. А вообще, о чем у нас сейчас речь-то хоть идет? Сейчас бы вспомнить вообще, о чем сюжетная составляющая-то сейчас. К чему тянется. А, массивную атаку начал генерал. Господи, забыл. Генерал этот, как его? У него вообще такое-то... Рактон, вот. Блин, планктон, я думал, имя такое морское. Морское имя. Рактон. Имперский генерал Рактона начал массивное нападение на республику. И вот мы собираем сейчас всех-всех-всех, чтобы дать отпор. Так, что такое? Угу. Майор, рад видеть вас снова. Так. Это ребята. Ну, отлично. Честь отдали. Майор, мы все перед вами в долгу. Ты спас босса, и, возможно, ты спас... И ты нас каждого спас. Так что мы должны тебе по-хорошему дать медаль. Да ничего. Я просто заботился о своей миссии, Харалан. Ничего более. Ну, теперь в любое время опустошители и кинжал смогут встретиться в контине, выпить. Я никогда не забуду об этом, майор. Ты оказал невероятную поддержку во время своей операции. Крылья кинжала сделала так, чтобы все было хорошо. Я это ценю. Я буду работать с вами с удовольствием, как и мы. Спасибо. Теперь у нас есть важные вещи, на которые мы должны работать. Спасибо, майор, и удачи вам в следующей миссии. Вам тоже. Не забудь сказать хорошее слово в командовании о нас. Земляной, скажем так. Пехотинец, как он там. Они же у нас летчики, а мы пехота. Ладно, теперь нам необходимо связаться с генералом Гарзой и отчитаться. Элитные летчики у нас есть, это очень радует. Кто нам теперь нужны? Пехота элитная, но это, видимо, как бы наш отряд. Элитные летчики есть еще теперь, элитных водолазов искать. Я не знаю, кого еще тут можно подтянуть-то. Потому что сил-то у республики, сами знаете ли, не очень-то и много. У империи гораздо больше. Да вообще, темной стране всегда везет, скажем так. И сил больше, и ресурсов больше, и дается им все легче. А республика на куски разбита. Угу. Все, отлетаем от этой станции орбитальной. И теперь надо получить дальнейшее распоряжение. Ну, сейчас генерал Гарза, я думаю, нам объяснит, что да как вообще... Что делать дальше? Плюс награды, естественно. Так. Галлотерминал. Ну, с... Что у нас там? Майор, хорошо. Я только что получил отчет о Белсависе. Неплохие результаты, на которые мы надеялись. Ээээ... Но оба теперь, Конрад Галл и Тобин Харлан, рекомендованы... Были... Рекомендовали вас к награждению медали за действие по спасению пилотов Даггер Уинкс. Отличная работа, спасибо. Очень большое. Я всегда рад выполнять свою часть. Теперь мы готовы противостоять генералу Рактону. Крылья кинжала, скажем так, будут прегревать наши силы успешно. Прежде чем вы отправитесь на свою следующую цель, мне нужно, чтобы опустошить или позаботиться о одной спецмиссии. О заключенном, военном заключенном, спасательной операции, ладно? Вернуть наших людей домой, это всегда удовольствие. Заключенный какой-то А-77. В имперском центре, построенный в глубине астероида какого-то. Специальные силы взяли там. Так. И именно из-за нее мы узнали о локации А-77. Так что ты будешь работать с ней. С сержантом Джакса. Елки-палки, я же ее, по-моему, это... Скажу так. Небольшая неувязочка вышла по поводу Элары Дорна. Я как бы с Эларой Дорна у нас там интрижка. Я сказал сержанту Джакса. Блин, я опять теперь с ней вместе работать. Освежу свою память. Так. Ладно, да, конечно, я помню. Че, у нас, нами быть? Ну, мы работали уже как-то вместе. Именно. Именно. Вот тебе сообщение о А-77. Выбира... Вызываю всех республиканцев. Это Ава Джакса, сержант, республиканские спецсилы. Я была в имперской тюрьме. Я сплю в своей клетке и спрячусь от системов, но там более сотни солдатов. Любые спасательные команды, я сделаю все, чтобы охранные системы вас не поймали. Но, пожалуйста, вытащите меня отсюда. Так, надо вы... Так, это ее поймали. Хорошо, я выдвигаюсь по координатам, генерал. А-77 координаты будут на вашем компьютере. Свержитесь с сержантом Якса, когда вы будете в зоне доступа. И там уже ориентируйтесь на местности. Удачи. Вот тебе на. Вот тебе на. Так, что у нас тут? С кем потрещать? И Лара Дорен. Ну ты... Вот из-за нее, вот если Джакс у нас, скажем так... Получилось непорядочно. Так, наша работа опасна, наговорить. И наше будущее не определено. Так, что случилось? Что не так? Что такое? Да ничего не так. Так, просто... Все не так. Я люблю тебя. Мы рискуем своими жизнями каждый день. И у нас нет никогда момента... Момента сказать, как сильно я тебя люблю. Я тебя тоже. Я тоже тебя люблю, Лара. Я не могу тебе сказать столько, сколько для меня значат эти слова. У меня есть кое-что для нас. Это реальная вещь. Головызов. Из 3578К. По согласному протоколу, возможно, какие-то чё-то романтические эти сообщения. Я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем всё быть вместе. Конечно. Я буду рад, если всё будет официально. Невероятно. Так. Что у нас тут? Так, теперь... Когда у нас всё в пути, я думаю... У тебя... Если, конечно, у тебя есть время... Всегда. Просто попробуй остановить меня. Я об этом только и мечтаю. Нормально. Дверицу закрыть. Йогана... Фу, Йогана. Джоргана... В будку. Чтоб не это самое... Ой-ой-ой. Столько много причин для бить тебя. Давай встретим... Встретим галактику вместе. Нормально. Так, всё. Ей мало. Ей хочется ещё. Ну, давайте. Так. Сэр. Я боюсь, но... Чего? Есть какой-то тип. Его зовут Кэлор. Он чё-то исследует какие-то процессы в субсекторе 4. Без каких-либо там чё-то новых причин. Как мы можем установить его? Что мы можем сделать, чтобы положить ему конец? Скажешь так, предотвративный удар какой-то сделать. Я не хочу давать Кэлору время позаботиться о чём-то. У меня есть каждое сообщение, каждый отчёт, каждая голоса, Время показать Кэлору, что значит служить республике, как следует. Позор не помочь. Я пойду с тобой. С моим словом скажу так, ты не проиграешь. Очень классно, сэр, но мне нужно позаботиться об этом со мной. Нужно проявить тактику. Я вернусь быстро, как только можно. Нормально, пошла в одиночное задание. Молодец. Так. Сэр, я только что получил отчёт Элара Дорн, персональный номер 22795, и я больше не классифицируюсь как какая-то персона. Персональная дивизия Армии Галактической Республики опубликовала что-то там, угрозу, от которой необходимо защитить легальных жителей. Немедленно. Ты сделала это? Хорошие новости. Я реально счастлив за тебя. Я не могла бы столько сделать без твоей помощи. Калор никогда не увидит, что это пришло. Теперь, когда я всё сделала, ему остается только что-то говорить. Я показал документацию каждого момента исследования. Когда наши люди всё исследуют, ну, скажем так, начнут выделяться тысячи кредитов на войну. Невероятно. Я не могу, что это реально зашло так далеко. Да, даже после всего этого, скажем так, приятно всё это слышать, что это всё происходит. Я всё ещё не могу поверить, что этот день наконец-то пришёл. Резервации, конечные вопросы, они всё были частью моей жизни так долго, но не теперь. И теперь я житель, гражданин Галактической Республики. И это большое изменение. Возможно, ты начинаешь целую новую жизнь. Именно. И я хочу разделить её с тобой. Я буду гордая служить Республике. Давай вернёмся обратно к нашим обязанностям и будем выполнять свои части. Звучит как план. Теперь время заставить корабль двигаться. Я приготовлю свою экипировку, сэр. Нормально. Всё. Так, мы с ней, по всей видимости, вообще закончили этот, как... Ммм... Диалог. Эээ, финальный. Так. Джоргон, ну что ты наш? Первый наш зам. Правая рука. Испепеляющий взгляд. Я, возможно, был неправ тебе, ммм... Вести отряд такой, как опустошителей. Ну, я думал, что ты был непрготовлен и не протестировал, но у тебя хорошие инстинкты. И у тебя первоклассные качества лидера. Спасибо. Это очень... Для меня очень важно йогурт. Я... Йогурт. Йогурт, Джоргон, какой йогурт? Хе-хе-хе-хе. Так. Эээ, ввести наиболее летний отряд республики, это под командованием одного из лучших. Поэтому для меня это очень много значит. Зашибись. Хе-хе, йогурт. Слушайте, может реально позывной ему новый дать? Так, Форекс, ну с тобой вообще все проще. Этот устраняет критические цели какие-то имперские. У меня есть информация о проекте. Ты хотел бы слышать? Конечно. Что полковник Ребус планирует сделать? Он использовал уничтоженные чертежи гантлета, супероружия. И он приложил руку ко многим проектам. Какая-то матрица, галактофажи какая-то, дроиды, в общем, плазменные ресурсы. Во всяком случае, он использует какие-то блоки гиперлиний и проектирует силовые какие-то ограничители. Что нам нужно делать? Что-нибудь знаешь о его проекте конкретно? У меня нет конкретных деталей этого проекта. Есть только некоторые отчеты, которые близки к завершению. Когда его новый проект пройдет тестирование, у нас будет больше шансов, чтобы узнать, где будет Ребус этот. Я, скажем так, обращусь к тебе, когда что-либо еще узнаю. Хорошо. Дроид у нас вообще всегда такими, знаете ли, дельными вещами занимается. То есть... О, и сюда, и туда. Дельными вещами занимается... Устраняет вражеские цели. Блин, а вот дроид этот вообще какой-то сумасшедший. Выкинуть его надо в открытый космос. Мне нужно кое-что тебе сказать, босс. Я впечатлен. Не думал, что ты сможешь вернуть меня в армию, но это было реально классно сработано. Должен сказать тебе спасибо. Стараюсь. Я рад, что у меня хорошая команда. Хорошо иметь классную команду с хорошим боссом. Так что я работал многие годы с тупыми идиотскими какими-то людьми. Но ты... Ты чертовски полезен. Ты классно думаешь и классно сражаешься. Вообще нормально. Ты тоже неплох. Я рад с тобой работать тоже. Конечно. Не было так весело без меня. Ладно. Давай вернемся назад и... Посмотрим, что там можно еще делать. Но этот, короче, всегда подпольными вещичками промышляет. Этот взрывотехник в связи с преступным миром. У нас бандит, грубо говоря. Нашел первого кастомера босс. Нальдерани. Он был с Магараном. Теперь у нас, когда есть все детали, он весь наш. Звучит неплохо. Скажи мне, когда все будет готово. У меня есть хорошее... Скажем так, чувство насчет чего этого босса. У меня есть классный план. Теперь, когда мы сможем выпинуть все такие войска, он будет полностью наш. Неплохо. Не беспокойся. Я прикрою все это. Отлично. А я сделаю. И теперь давай-ка... Ты там все сделай, а я заставлю лорда Алберка заплатить за все. Нормально так. Все так с этим потрещали. И у нас еще есть из неопознанной расы Юн. Мастер по взлому. Обращается к себе в третьем лице. Я вступил в отряд опустошителей, чтобы служить. И Юн делает первые шаги. Я работаю файнсманом. И также был в галактике, которая очень большая. Но Юн малость не приготовился к правде галактики. Изучая новые культуры, новые языки, новые пути проводить время и терпение. Так что ты вообще делаешь в армии? Ну это какая-то великая вещь, скажем так. Конфликты, которые очень тяжелые. Однажды Юн поймет цель империи. Цену всего этого. И возможно Юн сможет найти конец империи, чтобы остановить тех, кто уничтожает столько много. Так вот почему-то здесь. А опустошители не собираются останавливать целую империю в истории. Но странно думать, что все так происходит. Победа, в общем, это единственное, что важно. И Юн должен быть частью всего этого. Город, что он является частью всего этого. Нормально. Его диалоги самые запутанные. Хрен поймешь, называется. Путешествовать на А-77. На А-77. Теперь отправляемся... Где-то находится-то хотя бы. Кого там запрели. Сержанта Джакса выручать. И лумы... Так... Нет. Гантлет. Вот, А-77. О, да-да, вот как говорили, в астероиде. Станция внутри астероида. Адресопустошители вызываем Джакса. Ответь, Джакса. Джакса. После всех этих часов я рада видеть всякое лицо. Но ты, скажем так, реально застал меня врасплох. Но мы только начинаем. Так, мы будем двигаться согласно вектору. Здесь я нахожусь под какой-то защитой. Но охрана их не это целая проблема. У нас есть там какие-то военные дроиды. И они могут всё вырубить, поверь мне. Понятно. Спасибо, что предупредила. Ты действуй аккуратно. Я свяжусь с тобой, когда ты будешь на земле. Джакса, отбой. Всё, выходим. Короче... Кого берём-то? Нет каких секретов восстановить данные. Доп-заданец ещё появилась. Нормально. Берём дроида Форекса. Дроид Форекс это вообще, конечно, убойный тип. Ничего не скажешь. Наверное, самый опасный член нашей команды. Тановик самый непредсказуемый. Джоргон самый дисциплинированный. Элара Дорн самая такая эмоциональная, можно сказать так. И Юн самый непонятный вообще какой-то. Самый мутный член команды, да? Так. Вот сюда, короче, выдвигаемся. Нам нужно двигаться вот в этом направлении. Пассивочку, пассивочку даём нашему дроиду. Ой. Пам! Вот так вот. Уничтожить. Слушайте, какие-то вы терминаторы прямо. Всё, давайте, начинаем зачистку. У меня и пассивки. Более-менее нормальные. 65 уровень. Сейчас у меня всё, что на данный момент доступно, открыто. Для персонажа. Поэтому, я думаю, проблем не составит. Бои с врагами. Так. Есть. Всё, теперь вызываем. Что там? Кто там звонит? Джаксон? А, ну он сказал, что перезвонит, как только мы высадим все. Так, тебе лучше, скажем так, поберечь свои мускулы. Тут огромное число дроидов. Понятно. Мой отряд будет держать позицию. Что теперь дальше? Нужно двигаться в команды центра. Там ты найдёшь какие-то клетки. Когда наши ребята пропали, они были где-то там. И были какие-то пайки у них странные. Старые, из транспорта. Так что, не могу всё тебе всего объяснить. Ладно. Давай всё сделаем. Удачи, майор. Отлично. Двигаем, двигаем, двигаем. Вау. Так. Бомбардируем. О. А чё за нахер? Разряд. И ещё раз. И ещё раз. Ух ты. Это что за нахер? Смотрите, как из ниоткуда появился. Вот тебе на. Вылетел просто. Нормально так у вас это... Работают... Системы. Угу. И нам нужно вот ещё восстановить. Восстановить данные доп. Заданец. Ну, в принципе, давайте восстановим. Почему бы и нет. Давайте. Только сначала надо, я так полагаю, избавиться от всех этих ребят. Давай. Вот так вот. Всё. Понеслась. Есть. Отлично. Вот, 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 вот. Он как этот... Он, знаете, как то? Как хищник из фильма одноимённого. Всё. Превосходно. Так. Вот этого, короче, валим. Блин, турели повылазили. Убить, убить, убить. Ах ты, зараза. Так. Ну, это пусть, короче, там ходит. А я вот это вот активирую. Чё у нас здесь? Ммм. Получили какие-то данные. Ну и хрен с ними. Давай. Ещё раз. Вот так вот. Отлично. Получается, чтобы мне собрать последнюю, мне надо всё равно активировать этот консоль, чтобы открылась дверь, да? Так она, видимо, мне не откроется. Ну ладно. Ладно. Бомбардируем. Есть. И ещё раз. Готов. Есть, 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 есть. Всё. Сдох. Так. Собрали последнюю. Ну и давайте теперь активируем консоль. Чтобы нас пропустили. Расстрелять этих ребят. Вместе с турелями. Да давай ты. Ты прям оздоровится. Совсем. Ни о чём. Ну ладно. Так, активируем. На короняк мы можем использовать этот, раш. У нас вот как раз есть способность. Ну давайте восстановимся. У нас и так много способностей. Супер, заряды, увернуться, щит тут, держать линию. Да вообще дохренища чего. Даже сетка есть. Кстати, классная штука на самом деле. Давай, 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 давай. Есть. Отлично. Ещё раз. Готов. Готов, готов, готов. Всё. Замечательно. Так, ну и давайте последнюю соберём эту часть. Чтобы за доп. задание получить и денежку, и опыт. Даже если мне сейчас такой опыт не идёт, мне хотя бы опыт наследия. Опыт наследия тикает, и ладно. Кстати, а какой у меня сейчас там уже уровень-то хоть? Тридцать пятый. До пятидесятого нам, конечно, ещё... Ой, как далеко. Ведь он тикает гораздо медленнее, чем обычный уровень. Как-то вот так вот. Так, и восстановить, чё, последнее-то где? А, где? Стойте. А, у меня больше нет ни хрена ничего. Вот чё мне делать? Давай. О-о-о-о. Готов. И ещё раз. Отлично. Больше-то ничего и нету, а тут ещё и дверь закрыта. В принципе, всё ясно. Это кто? Это кто там сидит? Чё он это за голову? А, не стреляй, не стреляй. Я сдаюсь. Ну и рожу тебя. Ты из-за республики, да? Это джелбрейк? Пожалуйста, я дам тебе всё, что ты хочешь. Просто не рань меня. Я не хочу тебя ранить. Сотрудничай, и сможешь отсюда выбраться. Ой, спасибо. Спасибо тебе большое. Я могу разблок... Хочешь, чтобы я разблокировал все клетки? Я сделаю то. Ой, что? Генерал Рактон? Впечатляет. Твоё время по изучению А-77 в командном доке вызвало агрессию. О чём ты говоришь? Ты знал, что мы придём? Конечно. Моя стратегия не оставляет никаких ошибок в этой комнате. Твои солдаты не смогут избежать ничего. Ух, нихрена себе! Они астероид, что ли, весь уничтожат? Имперовские корабли выдвинулись на позиции. И они скоро здесь всё будет с минуты на минуту уничтожены. Гудбай. Нормально так. Щиты отключились. Мне нужно переключить силу. Тебе нужно обновление, майор? Похоже, что кто-то в нас стреляет. Так. У нас проблема. Имперации хотят взорвать нас на части. Всю тюрьму? Да это безумие. Я могу это сделать? Я могу включить щиты? Нам нужно просто что-то сделать в системных уровнях. Ты не можешь туда попасть, но я там уже. Но там дроиды повсюду, и я не смогу оттуда выбраться. Так. Всё будет нормально, Джакса. Мы найдём путь, чтобы всех вытащить. Но нет никакого выхода. Пожалуйста, просите меня, но у нас нет другой альтернативы. Без щитов мы не сможем достаточно быстро всё сделать. И все заключённые умрут. Ты должен меня вытащить отсюда, майора. Я не могу умереть в этом месте. Я не могу. Если вас интересует, то тут, скажем так, три сотни солдат, которые здесь заключены. Чё делать? Ты видишь? Я, скажем так, более полезна. Так. Так. Я могу, короче, спасти Джакса. Джакса её спасти. Ну, это будет очками тёмной стороны. Или, по всей видимости, я как бы солгу. Либо могу сказать, что я сожалею, я не могу тебя спасти. Либо первоначальная задача и миссия. Окей, выбор. Кого ж спасти-то? Заключённые, дорогие. И она... Задача. Нам даже нужно её спасти. У неё есть какие-то данные. Задача превыше всего. Наша миссия. Я должен делать то, что лучше для всех людей. Она находится на уровне. Так что... Сделайте, как я говорю. Да-да, конечно. Нет. Это не может так произойти. Это не может. Всё, заработало. Щиты вернулись. И они не пропадут. Ты должен вернуться на свой корабль. Её доставили, что заключённые будут освобождены и отправлены на транспорт. Спасибо. Сделал хорошую работу здесь. Я должен сказать спасибо тебе. Я не думал, что смогу отсюда выбраться. Пожалуйста, иди. У нас нет так много времени. А, либо всех заключённых спасти, которых мы нас сюда отправили. Все заключённые. Ээээ... То есть всех республиканцев. Либо её одну спасти. А миссия была спасти республиканцев. А у неё были данные. Да-а-а. Охренеть просто. Охренеть. Короче, сваливаем отсюда. Смотрите, что происходит. Она, короче, там погибла. В этих уровнях. Блин, хреново как-то получилось. Ну и наша главная задача освободить всех заключённых здесь. Да-а-а. Охерительные мне тут выборы ставят. Так что так, либо один, либо тысяча. М-да. Как-то всё это немного грустновато, ребят, если честно. Получилось. Ну а чё поделать? Это война. Всех не спасёшь. Приходится выбирать. Как бы это жестоко не выглядело, не звучало. Всё. Свалили мы, короче, с этого астероида. И всех заключённых спасли. А их тут сколько? Четыре сотни? Или тысячи? Тут сколько он там говорил? Я уже вот не помню. Да-а-а. Вот тебе и на, ребята. Ей-богу. Голокоммуникатор используется. Да заткнись ты, балласт, ё-моё. Стоит тут всякую фигню постоянно порет. Опустошитель. Эй, там. Я хотел сказать тебе спасибо за то, что нас вытащил. Нет времени для ведения. Я майор ФЛ. Второе подразделение. Я всегда хотел встретиться с вами лично. Это реально честь. Так, рад тоже тебя видеть. Я рад, что я смог вытащить всех людей оттуда. Я не могу поверить, что всё закончено. Всё закончилось. Но она была там и Джакса, да? Я должен, полагаю, сказать ей спасибо тоже, если мог, да? Она пожертвовала собой. Был вопрос такой. Либо ты, либо Джакса. Вот что мне теперь вот ему сказать? Она, скажем так, не хотела, чтобы ты был. Либо она пожертвовала собой. Это будет ложь, разумеется. Либо сказать ему правду. Либо ты, либо Джакса. Давайте правду скажем. Мне пришлось выбирать между всеми вами, либо спасением Джакса. О, я сожалею. Это было очень, наверное, тяжело для тебя. Она заслужила медаль. Мы никогда не знаем, что... Скажут, а кому обязаны помощь были. Она хотела, чтобы я у вас умирал. Нет, пусть медаль наградят, я согласен. Я удостоверюсь, что всё так и будет. Спасибо. Похоже, что мы должны попытаться, скажем так, сделать то, чтобы всё не было напрасно её смерть. И ещё раз спасибо вам большое за всё. Да, ребята, охренительная просто ситуация получается. Я вообще в шоке. Но, тем не менее, мы сделали то, что должны были сделать. И хоть и выбор был тяжёлый, но нам пришлось его сделать. И уж как сделали ребята, так и сделали. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже бороться со злом, выполнять приказы и поступать по совести. В общем, всё это будет в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы всё ещё не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. А также, если вас интересуют другие прохождения на моём канале, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру. Всё, друзья. Всем пока.